Я знаю, о чем вы думаете. На кой черт мне сдался миксер с пятью венчиками, когда мне и одного хватает с головой? Верно? Неверно. Видимо, Рэй знает, с каким сопротивлением он, как правило, сталкивается. И здесь он заранее стелит солому там, где есть вероятность упасть. Этот прием можно назвать предутилизацией. Я уверен, что вы сейчас думаете о том, зачем вам миксер с шестью венчиками вместо одного. Так я сейчас вам расскажу, в чем заключается особенность именно этого прибора. То есть он не дожидается того случая, когда его собеседник скажет ему, да не нужен мне этот ваш миксер с шестью венчиками. В данном случае Рэй заранее предутилизирует это возможное сопротивление и начинает речь свою с проговаривания этого возражения. То есть он заранее стелит солому там, где есть высокая вероятность упасть. Да, этот прием является полезным и в публичном выступлении, в том числе, например, когда спикер говорит, Я думаю, вы сейчас подумаете о том, что зачем это вам. И да, на первый взгляд вам может показаться, что то, о чем мы будем говорить сегодня, является малоприменимым к жизни. Но давайте я вам расскажу подробнее, как это может быть полезно именно для вас. Итак, вы со мной? Хорошо, поехали. То есть этот прием в разных своих вариациях можно использовать да где угодно. Вам знакома дилемма курицы и яйца, мистер Грифчет? Использование метафор в своей речи – это тоже выигрышный прием. Вам знакома метафора курицы и яйца? Спрашивает здесь своего собеседника Рэй. И обратите внимание, что чуть позже он перейдет к следующей идее, что вам необходим миксер с одним венчиком не потому, что у вас мало клиентов. Нет, у вас именно потому и мало клиентов, что большее количество их вы просто не в силах обеспечить и обслужить. Именно поэтому я приглашаю вас исследовать возможность, а что если у вас будет миксер с шестью венчиками, которые позволят вам большее количество клиентов обслуживать. И как следствие вы не будете бояться большего количества посетителей вашего ресторана, и как следствие они к вам придут. То есть именно через эту идею и эту метафору он лоббирует и пронизывает своего собеседника необходимостью прийти к идее, что да, ему этот миксер с шестью венчиками нужен. Я спрашиваю, потому что она как нельзя кстати. Вопросы, как правило, могут вызывать сопротивление у собеседника и вызывать у него нежелание на эти вопросы отвечать. И поэтому здесь в качестве смазывающего механизма может быть объяснение, почему я этот вопрос задаю. Разрешите я задам вам ряд вопросов, чтобы я мог понять, насколько полезным могу быть я для вас именно в решении ваших задач. Хорошо? Да, хорошо, пожалуйста. И здесь продавец может, например, задавать череду открытых и закрытых вопросов, чтобы таким образом вызывать желание, необходимость у своего собеседника с этим продавцом сотрудничать. Он как бы таким образом сманивает этого потенциального клиента, как тигра с горы на равнину. И это очень важный речевой оборот. Разрешите я задам вам ряд вопросов. И почему они важны? Вот почему А, Б и С. То есть говорить выгодами для клиента от этого общения вместе с ним. И еще помните, действие первично, отношение вторично. Задача заключается здесь у Рея создавать поводы для общения. И чем больше он будет вызывать желание у своего собеседника с собою общаться, тем большее доверие у этого собеседника к Рею будет формироваться. Имейте в виду, мы доверяем тому, чему посвятили достаточное количество времени. Вам не нужен этот мультимиксер, потому что вы продаете мало коктейлей. Или вы продаете мало коктейлей, потому что у вас нет этого мультимиксера. Уверен, что второе утверждение истина. Да, я снова повторю эту идею, которую лоббирует здесь Рей, что вам не нужен этот миксер с шестью венчиками не потому, что вы мало продаете коктейлей, а именно поэтому вы и продаете мало коктейлей, потому что у вас этого миксера нет этого первых. Ну и во-вторых, он здесь говорит «я уверен». И таким образом он создает себе проблемы на ровном месте. Здесь не будет лишним работать в большем шаблоне неопределенности, типа «и это может быть так, и есть как минимум вероятность достаточно высокая этого, и может быть это в действительности так, именно в вашем деле». Но когда он говорит «я уверен», «да, я знаю точно, что это так», он таким образом вызывает сопротивление у своего собеседника. А чтобы сопротивление это у собеседника не создавать, то говорить в неком языке неопределенности иногда полезно. И может быть, есть высокая вероятность, что именно это и является слабым звеном в ваших процессах. Давайте поисследуем, как этот миксер может помочь именно вам в больших продажах и в создании большей радости для ваших клиентов. Что вы в целом думаете по этому поводу? То есть настаивать и давить не следует. Использовать слова типа «уверен, точно знаю» это вызывает сопротивление. «Мягко, будь как вода, мой друг». Бьюсь об заклад. Вы бы начали продавать больше чертовых коктейлей, чем можете сосчитать. Снова демонстрация уверенности, которая на данном этапе его работы с его потенциальным клиентом, который стоит перед ним, сейчас ни к чему. «Бьюсь об заклад», говорит здесь Рэй, но не может обеспечить эту уверенность фактами. Он же просто-напросто предполагает, но говорит «бьюсь об заклад». Кроме того, Рэй демонстрирует свою нужду, потому что можно увидеть по его поведению, что он боится не продать. А раз он боится не продать, это вызывает у потенциального клиента это желание не доверять и не покупать. «Повышая предложение, повышаете спрос. Сперва предложение, затем спрос. Курица и яйцо. Понимаете, к чему я веду?» Идея достаточно здравая. Чем больше вы можете обеспечить, чем больше вы можете предложить, тем меньше вы будете бояться роста спроса, и значит будете работать над тем, чтобы и спрос в вашей теме рос. Это важно. Но это его, понимаете, о чем я говорю? Он снова нажимает. Помните, легко, как будто бы порхание крылышек бабочки, должна протекать иногда продажа, особенно на старте взаимодействия с этим клиентом. Давить на него – это значит вызывать у него желание сопротивляться. Да, понимаете, ведь вы прозорливый и дальновидный малый, который издалека замечает хорошую идею. И здесь слишком директивный подход. Он пытается внушать бытийность этого классного парня, который должен согласиться на это предложение и купить. Таким образом, он как бы говорит между строк. «Но ты же не настолько тупой, что сейчас откажешься от моего предложения». То есть, имейте в виду, и здесь уже его потенциальный клиент, даже если бы он и хотел купить этот миксер, он чисто из принципа, из желания сопротивляться теперь, откажет Рэю. Но это желание сопротивляться Рэй сам и создает здесь. То есть, в начале этого фильма мы видим с вами, как Рэй сам ставит себе палки в колеса и сам на ровном месте создает себе проблемы, чтобы потом переживать по поводу необходимости думать, как их решать. Но ничего, именно этим этот фильм в том числе и интересен метаморфозами главного героя. Мало того, что Рэй расстроился этим отказом, но кроме того, он свое расстройство делает известным. И таким образом, этот потенциальный покупатель находит подтверждение тому, что его решение не покупать этот миксер было верным. Здесь покупатель мог пинговать и прощупывать этого продавца. А как интересно, он отреагирует, если я ему откажу. И в этом отношении крайне важно потенциальным клиентам разрешать отказываться от вашего предложения. Это очень важная тема. Не заставлять их покупать и разрешать им отказаться. Давайте сделаем так. Я вам кратенько расскажу, какие преимущества у этого миксера. Мы вместе посмотрим, подходит ли он именно для решения у вас ваших задач. И вы сами примите решение брать его в аренду на несколько дней для тестирования. Или купить. Или, например, у нас есть предложение такое специальное, потому что мы уверены в качестве наших услуг. Это дать вам возможность потестировать этот миксер в течение двух дней. И вне зависимости от того, какое вы примете решение, я вас в нем поддержу, это вас ни к чему не обязывает абсолютно. Рассказать вам про это чудо техники, что думаете? То есть разрешать собеседнику сказать вам нет. Не настаивать и не давить. И не расстраиваться, получив отказ. Кроме того, победу при отказе никто не отменял. Это тоже победа. И следует здесь выводы Рэю делать и думать о том, а как далее следует ему быть более внимательным и изящным и легким в работе с его клиентами. Помните об этом. Итак, разрешать собеседнику не принимать. Ваше предложение – это сильная позиция. И здесь Рэй, расстроившись, подтверждает верность принятого решения, что покупать этот миксер не следует. Рэю сейчас есть куда расти. Закусочная у Гриффита. У Рэя миксер не купили. Он сделал все для того, чтобы его не продать. И вот этот тяжелый миксер он с потом на лице своем возвращает в багажник своего автомобиля. Мисс, долго еще? Еще пять минут. Вы также сказали 20 минут назад. Простите, сегодня очень много заказов. Крайне важно давать только те соглашения и заключать такой договор, который вы можете выдержать, из-за которого вы способны ответить и которого можете соблюдать. Здесь ему пообещали, что через пять минут его заказ будет готов. И уже прошло 20 минут, а заказ не готов. Таким образом, заставляя его нервничать, переживать и суетиться. Поэтому с точки зрения сервиса и взаимодействия с клиентами, этому заведению есть куда расти. Используя те же самые приемы, слишком сильно давить на своего потенциального покупателя, он получает тот же самый абсолютно результат. Хочешь другой результат? Начни делать по-другому. Любая услуга состоит, как минимум, из двух важных составляющих. Первая – это сама услуга непосредственно. И второе – это то, как эту услугу оказывают. Или сервисом это можно обозначить. Так вот, развивать себя с точки зрения сервиса и свою компанию – это крайне важные составляющие. Постоянно думая о том, «А как мой продукт может быть еще более полезным, еще более ценным для моих дорогих клиентов?» И в этом отношении запомните, нет победы, есть шаг к победе. То есть крайне важно регулярно заниматься этим вопросом, получая обратную связь от своей клиентской базы и задаваясь вопросом, а что мы можем сделать для того, чтобы быть еще более полезными для наших дорогих клиентов? Кроме того, не будет лишним вовлекать каждого участника компании в необходимость этого мозгового штурма, чтобы каждый чувствовал свой вклад в это большое дело, которое можно обозначить повышение ценности и сервиса для наших дорогих клиентов. Этой официантке дали возможность заниматься делом, зарабатывать на этом деньги, ей доверили репутацию компании. И обратите внимание, с какой нелюбовью и с каким пренебрежением она взаимодействует со своими клиентами? Конечно, предъявлять ей здесь нечего. Это вопрос менеджменту в первую очередь. Почему они не организовали так усилия и контроль, чтобы не позволять такому происходить? Ведь один недовольный клиент может сильно навредить репутации компании. И с каждым клиентом важно работать и следить за тем, чтобы, обратившись к вам, он после взаимодействия с вами был более счастлив, чем до работы с вами. И чтобы он искренне хотел рекомендовать вас своим близким. И в то же время, этот опыт, который приобретает здесь Рэй, плавно готовит его к тому, что совсем скоро он придет к важной идее о масштабировании ресторана, с которым чуть позже познакомиться. Может произойти только то и исключительно то, для чего все условия соблюдены. То есть, если подходить к этому вопросу системно, то можно вот что сказать. А может быть, если бы эта официантка не была бы такой пренебрежительной по отношению к своему клиенту Рэю, ему бы чуть позже и не пришла бы идея о создании клиента ориентированного бизнеса в виде сети общепитов, о которой будет идти речь чуть далее. Есть много потенциальных клиентов. Очень перспективных, да. Что? Ничего. Я очень рада. Здесь Рэй общается со своей женой, и он пытается говорить ей о своих победах с энтузиазмом и о своих планах. И обратите внимание, она отвечает ему ртом «Я рада», но тем самым между строк говорит ему «Ну и идиот же ты, Рэй». Ничего. Я очень рада. То есть, у него нет никакой поддержки в его семейной личной жизни, в его начинаниях. Ему, получается, приходится воевать и днем, когда он продает свои миксеры, и дома, когда он приходит домой и встречает такое сопротивление в лице своей жены. Поэтому это лишь вопрос времени, что их брак распадется. Рэй пытается вытащить себя за волосы из болота, в котором он сейчас находится. Он сталкивается с сопротивлением в течение своего рабочего дня, он сталкивается с сопротивлением в общении со своей женой, и в качестве маленькой ниточки, ариадны, за которую он пытается ухватиться, чтобы вытащить себя из этого лабиринта, он включает эту аудиозапись на этой грампластинке со совокупностью неких позитивных мыслей. Да, как нить для выхода из этого лабиринта, хотя бы надежда, она может сработать. Ему необходимо хоть что-нибудь, чтобы окончательно не опустить свои руки. Каким бы человек гениальным ни был, но если вся его среда против его желаний, гениальности и его намерений, это лишь вопрос времени, что он откажет себе в попытках и в решении действовать дальше. И здесь Рэй как будто бы пытается ухватиться за эту последнюю надежду, за эту ниточку, чтобы не упасть в пропасть, самобичевание. Ощутите энергию, бьющую ключом. По-хорошему, его диалога с его женой могло бы быть достаточно для того, чтобы он с энтузиазмом продолжал и дальше заниматься своим делом, и либо чуть раньше или чуть позже добился бы выдающихся результатов. Но здесь наоборот. И работа высасывает из него энергию, потому что он давит на своих клиентов, таким образом заставляя их у него не покупать, и относиться к нему пренебрежительно. И его общение с его женой выкачивает из него энергию, как мы здесь видим. И вот он пытается хотя бы этой аудиозаписью хоть чуть-чуть себя реанимировать. Но ваше будущее зависит только от вас. Это очень важные слова, потому что человеку, как правило, очень сладко думать о том, что причины всех бед в его жизни это какие-то внешние люди и внешние события. Но взять ответственность за свою жизнь, это значит считать себя самого причиной всех следствий в ней. Так это или не так, по факту, мы не знаем, но это как минимум позиция, гипотеза, мыслить в пространстве которой может быть выгодно. И здесь Рэй через эту запись себе об этом напоминает. И в то же время, закидывая регулярно за воротник, он лишь уменьшает вероятность успешных продаж. Это точно делать не следует. И таким образом он привыкает к созданию таких событий, чтобы как будто бы иметь повод за воротник закидывать. В этом и заключается этот порочный круг. Сначала человек начинает выпивать ввиду неких проблем в его жизни, как он считает, а потом как будто бы бессознательно он создает специально эти проблемы в своей жизни, чтобы иметь оправдание и возможность за воротник закидывать, как в случае с Рэем. Здесь в этой сцене мы наблюдаем. А, у нас тут заказ. На шесть миксеров. Шесть? Ага, закусочная в Калифорнии. Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. И зачастую эти представления, которые находятся в голове у этого человека, ампутируют у него возможность видеть возможности, когда они прямо лежат у него перед носом, как и здесь. Секретарь говорит Рэю, это он разговаривает со своей помощницей, что поступил заказ на шесть миксеров. И смотрите, как много усилий прилагает здесь Рэй, чтобы в это дело не поверить. Он так привык к своим поражениям, что даже маленькая вероятность победы его пугает. И он пытается себя сейчас убедить в том, что это нереально. Такого не может быть. Не может быть такого, что один заказчик может потребовать шесть целых миксеров. Это слишком хорошо для моей реальности, думает сейчас Рэй. И поэтому пытается сейчас убедить себя в том, что это новость утка. И такого не может быть. И никакие шесть миксеров им не нужно. Это ты, моя дорогая помощница, что-то попутала. Поэтому имейте в виду, с одной стороны, представления человека о внешнем мире могут развязывать ему руки и создавать ему возможности. А с другой стороны, они могут заклинать его видеть и не видеть, даже когда возможности лежат у него прямо перед носом. Стой, одно кафе? Нет, это ошибка. Сталон у меня перед глазами? Нет, ты точно ошиблась. Закажу-ка я восемь. Что говоришь, Эл? Вот там новая коробка. Гамбургеры в Мактоналдс. Здесь может быть уместна метафора, которая звучит следующим образом. Очередь не потому, что вкусна, а вкусна потому, что очередь. Само наличие очереди вызывает желание к ней присоединиться у подавляющего большинства. И поэтому, я думаю, в заведении такого типа не будет лишним позволять достаточному количеству касс не работать, чтобы очередь поддерживать. Нет, 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 я же только заказал. Все, уже готово? Точно. И это хорошая зарисовка к той идее, что человек привыкает ехать в своей жизни по определенным рельсам, и ему крайне много усилий необходимо преодолеть, чтобы немножечко изменить свой курс. Поэтому требовать от людей каких-то быстрых изменений не следует, иначе будет много сопротивления. Плавно следует действовать, диффузно, капля за каплей камень точит. Ну ладно. Здесь не без рекламы и не без внушений, типа как много радости она получает, поедая эти быстрые углеводы, которые сами по себе настолько рыхлые, что и организм ее рыхлым станет. Это лишь вопрос времени. Человек во многом физически представляет из себя еще и то, что он ест. Поэтому, если, конечно, такую пищу за воротник и закидывать, то крайне редко, и в то же время компенсируя физическими нагрузками. Обмен веществ с годами затормаживается. Если ребенок, например, может вынести такой объем калорий и быстрых углеводов своим обменом веществ, то человек постарше уже нет и превращается просто в жировую массу. Имейте это в виду. А здесь показывают, как изящно эта очаровательная девушка поедает эти быстрые углеводы, которые, конечно, не смогут не отражаться потом на ее ляжках и не только. Ладно, каждый выбирает сам. И даже дети здесь питаются этими быстрыми углеводами, запивая их водичкой, где очень много сахара и газа в виде этого лимонадика, который в руках они держат. В общем, буквально бомба из быстрых углеводов. Каким ветром в Калифорнии? Еду в Лос-Анджелес на встречу по бизнесу. Подумал, раз я недалеко, дай заскочу и поздороваюсь. Очень рад, что заскочили. Здесь Рэй создает искусственный дифференциал, он целенаправленно приехал именно сюда, чтобы познакомиться с покупателями этих восьми миксеров. Но для того, чтобы создавать излишнюю активность и востребованность, что он очень востребованный и занятой, он создает этот миф о некой поездке в Лос-Анджелес, типа где его ждут. И таким образом он делает более ценным общение с собой для этих двух предпринимателей, братьев, которые этот общепит и построили. Здесь Рэй проявляет интерес, и он принимает приглашение принять участие в этой экскурсии по данному заведению. Таким образом, он дает возможность этому человеку, который справа от него сейчас, видите, стоит, почувствовать себя победителем. Видимо, Рэй знает, насколько важно дать возможность другому почувствовать себя важным и победителем. То есть здесь потихонечку начинается вербовка Рэям этих двух братьев. И здесь не об этом речь, что он пытается высосать из них все соки и оставить их ни с чем. Нет, он вступает с ними во взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество. Просто если один из партнеров недостаточно быстро идет, то он отстает. Но Рэй будет пытаться каждого из них сделать еще богаче, вместе с ними развивая это дело. Но в дальнейшем он начнет развивать его самостоятельно. Итак, что важно здесь, что он дает возможность этому одному из братьев почувствовать себя победителем и разрешает ему показать себе и провести себе экскурсию по заведению. А Рэй, в свою очередь, будет сейчас этому уделять внимание и проявлять интерес. Да, для первого этапа своего взаимодействия с ними Рэйу не будет лишним зафиксировать их внимание на себе, то есть сманить их, как тигров, с горы на равнину, сделать себя, как фигуру в пространстве их фона, более весомое, вызвать у них желание как можно больше ему про себя и про свою историю рассказывать. И, конечно, Рэй таким образом тешит их самолюбие и вызывает у них желание следовать его командам. А чем больше они будут ему рассказывать, тем, как следствие, больше они захотят ему доверять. И тем ближе они будут его к себе подпускать. Кушать-то хочется всегда, поэтому мы решили открыть свое кафе с хот-догами и апельсиновым соком в Аркадии. Важная мысль, известная которую, сделать не будет лишним снова и снова. Они так жадно рассказывают ему свою историю не потому, что они достаточно ему доверяют. Здесь причину и следствие не будет лишним поменять местами. Чем больше они ему рассказывают, чем более внимательно он их слушает, чем больше он задает открытых, наводящих вопросов, вызывая у них желание еще больше ему рассказывать, тем сильнее они начинают ему доверять. То есть, чем больше калорий и слов они будут затрачивать в диалоге с ним, тем сильнее они будут начинать ему доверять. Имейте это в виду. И Рэй наверняка знает этот древнейший прием и активно его использует. Мы не знаем, какая у него здесь мотивировка. Может быть, ему по факту и по-настоящему от всей души интересно история этих ребят. Это сейчас не имеет никакого значения. Имеет значение лишь то сейчас, что этот механизм не может не работать. Чем больше они ему рассказывают, тем сильнее они ему доверяют. И задача Рэя заключается в том, чтобы создать такие условия, чтобы расположить их к желанию себе рассказывать о том, как они построили этот общепит. А тем временем мы решили перебраться в Сан-Бернардино, но денег на новое здание у нас не было. И тогда моему брату... Продажа – это не цель. Любая продажа – это следствие, а целью является работа над выстраиванием доверия. То есть, продажа является следствием достижения достаточного количества доверия и увеличения количества информации о ценности вашего продукта или услуги в голове вашего клиента. Имейте это в виду. Продажа не может не произойти, если достаточное количество времени, пропорционально я имею в виду, говорю именно потенциальный клиент, а не продавец. И задача продавца – это вызвать желание у клиента с собою общаться, рассказывать себе о своих задачах, болях, желаниях, потребностях, о своей истории. И чем в большей степени продавец умеет это делать, тем сильнее этот клиент будет хотеть следовать за дальнейшими командами продавца и с ним взаимодействовать. Пришла одна из его гениальных идей. Расскажи, Тик. Он сказал, может, перевезем это здание? Обратите внимание на то, как они вовлечены, с какой жаждой и с каким интересом они Рэю рассказывают свою историю. И задача Рэя здесь – просто демонстрировать свой интерес, молчать, иногда демонстрировать свое восхищение и задавать наводящие вопросы, чтобы вызывать еще сильнее желание у этих братьев рассказывать ему о своих победах. Да бросьте. Такие кафе сопряжены с проблем. Не говори. Дик, расскажи. Про теннисный корт? Он привел меня на теннисный корт. Вот и вся история. Мне надо вам кое в чем признаться, ребята. Я приехал в Калифорнию не на деловую встречу. Я приехал сюда ради вас. Рэй Вовка тасует карты в своих руках как словами, чтобы всегда ему было это выгодно. Если чуть выше он говорил одному из братьев, что он здесь приехал к ним лишь по пути, потому что у него важные дела, и это было ему тогда необходимо, чтобы создавать этот дефицит вокруг себя, что эти братья должны радоваться, что у них есть возможность с ним общаться. То есть, таким образом, он себя делал еще более ценным в их картине мира, когда говорил о своей загруженности. То сейчас, когда уже за плечами у него есть совместный опыт с ними, как он вызвал у них желание рассказывать ему об истории этого общепита, и они уже проникаются к нему доверием, он здесь признается в своем лукавстве. Я хочу вам кое в чем признаться. Я здесь не по пути. Я приехал сюда именно для того, чтобы пообщаться с вами. Понимаете, да, как он тасует слова своими ловкими руками, выжимая из них выгоду, в зависимости от того, какая ситуация происходит прямо сейчас. Признание в лукавстве – это маневр речевого воздействия. Таким образом, он еще сильнее затормаживает агрессивность у этих двух братьев по отношению к себе, вызывая у них большее желание себе доверять. Он же тот, кто признался. Да, соврал, но признался. Это значит, честные. Подумают сейчас братья. Еще не знаю, пока не решил. Но точно хочу быть частью этого. Да. Опять 25. Про обесценивание от близкого человека и отсутствие поддержки дома уже выше мы с вами говорили. Вместо того, чтобы обсудить все плюсы и минусы этого предложения и посмотреть, что можно здесь делать и как можно его еще усилить и какие есть здесь подводные камни. Что говорит ему его женушка? Она говорит опять 25. Опять ты вписываешься в какую-то непонятную тему, из-за которой мы все будем страдать. А может быть, в некой параллельной реальности, где Рэй приходил бы домой и чувствовал, и наблюдал, и видел бы поддержку со стороны своей жены в отношении его дел, то тогда они бы так не сидели здесь, в этой скрытой ссоре. И все было бы у них в порядке, но это была бы совсем другая история тогда. Ты о чем? Бумажные стаканчики, складные уголки, мультимиксеры. У тебя 7 пятниц на неделю. Но благодаря этому у нас есть крыша над головой. Над моей есть. В смысле, над твоей? Над нашими головами? Когда ты наконец успокоишься? Будь у меня жена с капелькой понимания, с капелькой поддержки. Прости, не то слово. Я только и делаю, что поддерживаете. Да, да. Прости меня. Ага. Взлеты, падения. И ее здесь можно понять в свою очередь. Просто так, видимо, произошло, либо они сами все для этого сделали, что представители двух совершенно разных миров оказались под одной крышей. И здесь они не пытаются уже найти общий язык, не работают над своими взаимоотношениями, а просто ищут и находят повод друг друга обесценивать. И обратите внимание, я все время только и делаю, что тебя поддерживаю. Но то, что проговаривается здесь ртом, целиком и полностью наоборот, чем то, что проговаривается по факту между строк. Разве не так? Рэй ездит по округе и смотрит на разные дома, в которых бы он хотел жить. То есть он тренирует свое понимание, а для чего ему деньги-то, собственно, зарабатывать. Потому что те два брата, они мотивированы заниматься делом для того, чтобы именно заниматься делом. И не для того, чтобы деньги из этого дела извлекать. Для них сам выигрыш в том, что они постоянно заняты и занимаются любимым делом. И в этом и заключается отличие Рэя от тех двух братьев, что Рэй именно хочет деньги с помощью этого зарабатывать. И вот и тренирует свою мужцу желаний, исследуя, какие дома-то здесь есть, чтобы понимать, а для чего-то деньги, собственно, зарабатывать. Мало того, что настойчивость это действительно сильная сторона Рэя, и многим можно этому у него учиться, так и еще, чтобы смотивировать этих двух братьев с ним сотрудничать, он понимает, что их не замотивировать деньгами здесь. Они зарабатывают достаточно, закрывая свои потребности. Ну а что, если нажимать на кнопку, что сделайте это ради страны, ради какой-то высшей великой идеи, вы должны это делать, и никто кроме вас, то тогда здесь они плавно начнут следовать его командам, потому что он мотивирует их высшими слоями мотивации. Ради Америки! Макдоналдс может стать новой церковью для всей Америки. Дай нам минутку, Рэй. Конечно. Рэй не настаивает здесь силой, не заставляет их принять свое решение прямо сейчас и дает им пространство для размышлений. Это очень важный момент, кроме того, на мой взгляд, профессионал в продажах, он даже может настаивать на том, чтобы клиент не спешил принимать решение прямо сейчас. И задача продавца предоставить всю необходимую информацию для того, чтобы клиент сам созрел и принял для себя самый наилучший выбор. Не потому, что его заставили он должен купить и следовать командам продавца, а потому, что он сам к этим выводам и решениям пришел. И, конечно, для этих выводов и решений задача профессионала в продажах создавать соответствующие условия. Это твоя мечта. Это больше, чем твоя мечта. Арк, связывающий два побережья. И Рэю удалось найти ключ к этому замку, вызывая высокие уровни мотивации, типа, вы не просто ресторан, где люди едят, они находят укрытие в вашем пространстве. Вы объединяете людей, и вы можете стать целой церковью для них, куда они обращаются даже не раз в неделю, а каждый день. То есть, нажимая на эти кнопки высоких уровней мотивации, Рэю удалось найти ключ от замка. И таким образом он просеял ряд внушений, благодаря которому, обратите внимание, сейчас один брат убеждает другого в необходимости следовать командам Рэя и слушать его, и слышать, и делать, как он говорит. То есть, потихонечку, в соответствии с последовательностью принятия, Рэю удается плавно, нежно и деликатно вербовать этих двух братьев. И, конечно, для их выгоды в том числе. То есть, Рэй здесь преодолевает их сопротивление и учитывая и их интересы. Ну, за работу, парни. С чего начнем? Предоставьте это мне. Слушайте. Буду с вами откровенен. Такому человеку, который сказал, слушайте, волнуюсь, посмотрел по сторонам и потом сказал, буду с вами откровенен, гораздо сложнее отказать, чем тому, кто это не сделал. То есть, таким образом, буду с вами откровенный. И для меня этот участок очень важен, скажет сейчас Рэй. Таким образом, он вызывает желание у собеседника, ну, как минимум, ему содействовать и хотеть ему помочь. Ведь Рэй откровенный человек, а я же не настолько плохой, что не поддержу его в его откровенности. И это можно считать маневром речевого воздействия, потому что здесь Рэй пришел получать суду для покупки участка для строительства общепита. И эту суду ему не дают, но сейчас его собеседник ему посодействует и перенаправит Рэя к своему коллеге. Этот участок нужен мне позарез. Может быть, вы все-таки сможете мне как-то помочь? Скажу вам вот что. Отправляйтесь к моему коллеге. Может быть, вы сможете мне как-нибудь здесь помочь, говорит здесь Рэй, специально ставит себя в эго-состояние детское и как будто бы упрашивает этого человека напротив себя спасти, себе помочь. Тем самым он ставит своего собеседника в положение родителя заботливого. И, конечно, собеседнику будет очень сложно в данном случае отказать. Да, конечно, только опираясь на этот маневр, человека не заставить делать то, что он не хочет, но увеличить вероятность успеха во взаимодействии таким образом можно. Что здесь Рэй и делает, и ожидаемый результат он свой получил. Он более подкован в этих вопросах, чем я. Спасибо. Сперва нужно оценить ваш дом, потом мы можем выдать ссуду. Пусть все сложится. Ускоренная система, да? Он что, повесил трубку? Да. И здесь, когда их договоренности уже подписаны на бумаге, некие, и когда уже достаточно низко он сманил этих двух братьев, как тигров, с горы на свою равнину, где они более беззащитными являются, он уже приучает их к тому, что это не Рэй следует за их командами. Это они должны следовать за его командами. И это они теперь должны пытаться завоевать его расположение. А если будут плохо себя вести, то он будет резко класть трубку. Вот именно поэтому здесь эти братья и удивляются. Рэй знает, что важно сначала сладенько и гладенько и мягонько стелить, а потом, конечно, спать будет жестковато. Но ничего страшного, он в том числе и в интересах этих двух братьев действует. Все будет хорошо. Все будет хорошо, говорит один брат другому. То есть, обратите внимание, здесь им уже важно иметь хорошее отношение с Рэем. Если совсем недавно им было все равно, кто это такой, что он там о них думает, какие у него планы, то теперь они уже вовлечены. То есть, Рэй достаточно уже проник в них и вызывает у них теперь необходимость думать, что они могут делать, чтобы у них были хорошие отношения с Рэем. А не строгой коммерции. Сукины дети не понимают. Черт, а с два ты меня проведешь. Снова повесил трубку. Его просто переполняют эмоции, вот и все. Его просто переполняют эмоции, вот и все. Один брат успокаивает другого. То есть, обратите внимание, как они эмоционально реагируют на то, что Рэй кладет трубку ни с того ни с сего. То есть, для Рэя это лишь маневр дрессировки и причесывания этих двух ребят. То есть, он знает, что чем более значимым будут становиться для них его поступки, тем в большей степени он ими управляет. Чертовски хорошо выходит. Как тебя зовут? Фред Тернерца. Отличная работа, Фред Тернер. И здесь Рэй кладет глаз на этого товарища и знает, что можно будет его приглашать и в более ответственные задачи, поскольку раз этот товарищ быстро обучился ремеслу приготовления этих котлет и толковым образом и добросовестно это выполняет, то значит и в других делах он будет практиковать точно такой же подход. Скорее всего. Поэтому очень важно искать и находить толковых людей, которые толковым образом делают свое дело и с ними варить кашу. Совсем недавно я наткнулся на интересную возможность для бизнеса. Очень интересную. Вы, ребята, тоже захотите. Он опять за свое. Что на этот раз? Реставр. Прежде чем начать говорить, важно убедиться в том, что ухо вашего собеседника открыто для ваших речей и что вы не пытаетесь достучаться до закрытых дверей. Поэтому крайне важно открыть ухо собеседника. Самые простейшие приемы, как это можно сделать, это структурируя интригой ожидания. Например, есть как раз интересный момент, который недавно я для себя открыл. И небольшую паузу выдержать, чтобы все вокруг начали вытягивать свою шею, интересуясь. Ну что там, рассказывай, интересно же. И тогда можно начинать плавно говорить, разбавляя свою речь еще открытыми вопросами, чтобы еще сильнее вовлекать внимание людей вокруг вас, как будто бы вы втягиваете их в внимание таким образом, что их шеи подобны шеям жирафа. И они с интересом впитывают каждое ваше слово. И здесь Райет демонстрирует, да, он встречается, конечно, с сопротивлением, но ему удастся его перебороть и превратить его в свою пользу. И он плавно этих людей будет превращать в инвесторов новых точек общепита. Еще важная тема, что где бы он ни находился, он в первую очередь задается вопросом, а какую выгоду я могу извлечь для себя от нахождения здесь? Да, он не фанат пребывать в такого рода мероприятиях типа этого вечера, где все играют в игру друг с другом «Я умнее тебя и мое лучше, чем твое». Но тем не менее сюда пришел Рэй, чтобы использовать потенциал, который заложен в этой территории. И он интригует всех новыми возможностями. И ряд инвесторов отсюда для себя он извлечет. Три новых франшизы за месяц. Это же здорово. Мои новые франчайзи великолепны. Он работает на кухне вместе со всеми, а она на переднем плане раздает детишкам леденцы. Муж и жена рука в руку. И в качестве своих партнеров в бизнес Рэй привлекает тех мужчин, у которых жены поддерживают этих мужчин, и тех мужчин, которые замотивированы работать, чтобы не только семью свою содержать, но и зарабатывать больше. Это очень важная тема. То есть, если мужчина организовал жизнь свою таким образом, что его пара, его женщина, его поддерживает и с огнем в глазах на него смотрит, и готова вместе с ним делать это дело, и поддерживать его в первую очередь, то значит, мужчина этот является достаточно адекватным, чтобы доверить ему управление этими ресторанами. То есть, это является важным критерием для Рэя. Смотрите, раз мужчина организовал свою личную жизнь таким образом, что его вторая половинка, можно сказать, здесь его поддерживает с огнем в глазах, то значит, этот мужчина является достаточно адекватным, чтобы взять его в партнерство, в свой бизнес и доверить ему управление одной из точек общепита. И кстати, если вам стало интересно, а что это за молодой человек, который делает эти разборы и комментирует происходящее в кадре, то имейте в виду, что меня зовут Альберт Сафин, и я являюсь автором и ведущим курса развития стратегического мышления, который я веду в Санкт-Петербурге в вочном формате. Если вы из Санкт-Петербурга, то имейте возможность принять участие и обучаться на этом курсе, и для дополнительной информации смело можете связаться со мной, контакты мои легко найти. А если вы живете не в Санкт-Петербурге, то имейте в виду возможность взаимодействия со мною в индивидуальном формате для решения ваших профессиональных и личных задач. Сами знаете, что стратегическое мышление это о том, как думать долгосрочно и действовать точно. Это то измерение, в котором качать свою мышцу лишним не будет. Поэтому смело можете делать для меня известными ваши задачи, которые перед вами стоят, и я подумаю, о чем смогу быть я для вас по-настоящему полезным. Чудесно, правда, Этель? Да, наверное, чудесно. Да, как партнеры. Чем ты занимаешься, Арт? Была небольшая слесарная мастерская, открыл после службы в армии. И здесь, на этой встрече, Рэй ищет и находит себе будущих партнеров, которые будут потом управлять точками этого общепита. То есть, он приглашает не только инвесторов, но и управляющих. И для него красноречивым является еще и то, как жена реагирует на то, когда муж рассказывает здесь своему новому знакомому, чем он занимается. Мало того, что видно, что он занимается, в общем, шуршит в своей жизни, занимаясь автомастерской и занимаясь преподаванием игры на фортепьяно. То есть, этот человек является достаточно усидчивым, и он замотивирован работать. Это один важный фактор. Но и второй важный фактор это то, как реагирует его жена, когда этот мужчина говорит о своем занятии. Если бы Рэй увидел, что этот мужчина рассказывает о своей деятельности и параллельно с этим выражение лица его жены такое, что опять он ерунду свою рассказывает, как же он надоел, то точно значит, этот мужчина является недостаточно адекватным, чтобы доверить ему работу в партнерстве вместе с Рэем. Лишь бы прокормить семью, верно? Вы, должно быть, им гордитесь. А что, если я предложу не просто кормить семью? И, таким образом, увидев, что человек перед ним является работоспособным, занимается делом, замотивирован кормить семью, и, кроме того, жена, которая сидит справа от него, его поддерживает и дарит улыбку свою и поддержку, это очень важные составляющие, то, опираясь на эти факторы, Рэй делает свое дело. Он интригует своего собеседника. А что, если я предложу тебе не только кормить семью, но приобретать еще нечто большее? Хочешь, расскажу тебе подробнее об одном интересном деле? И, конечно, таким образом, он отпирает закрытое ухо и вызывает желание у собеседника себя слышать. Что за предложение? Мы одна большая семья. Это тот товарищ, который котлеты качественно жарил. И обратите внимание, его привлек Рэй и для решения более важных задач, в общем, административного толка. И смотрите, он и здесь не лишает себя возможности быть полезным для компании, занимаясь ею как своим любимым делом. Рассказывает своей соседке по месту в самолете о своей компании. Но прежде, чем так поступать, ты должен был посоветоваться. нет. Учитывая, что Рэй понимает, что у него нет рычагов влияния на этих братьев именно в пространстве самого заведения, но у него есть рычаг влияния, если он будет собственником земли, на которой стоит это заведение. То есть, он для того, чтобы одолеть своих оппонентов, выходит на более высокий уровень стратегии. Это, как знаете, результат борьбы фехтовальщиков зависит не только от длины шпаги, но и от мастерства самих фехтовальщиков, и от пространства, где протекает их бой, и от их состояния в том числе. То есть, здесь, всегда продвигаясь выше по уровням стратегии, можно иметь преимущества, которые и обрел Рэй, когда стал заниматься не тем, что происходит внутри самого ресторана, да, в том числе он этим тоже занимается, но когда он стал еще и со-собственником земли, на которой эти рестораны стоят. И таким образом он обладает теперь большими рычагами влияния на своих франчези. Ваш авторитет заканчивается у входной двери. Он ограничен полом и потолком. Он покупает землю. Я хочу развестись. Наш клиент полностью соглашается с условиями продаж, с одним исключением. Вы договоритесь об одном проценте будущих доходов через рукопожатие. И здесь важный момент, который демонстрирует хитрость Рэя. Обратите внимание, он сейчас, именно здесь, на этапе подписания этого соглашения, делает известным для этих двух братьев, что один процент он юридически оформлять не будет на них от выручки сети этих общепитов. То есть, он не сказал им об этом заранее. Он об этом говорит им здесь. А учитывая, что они ждали это мероприятие, они доехали до сюда, они сюда уже пришли, и тем сложнее им будет отказаться. И они пойдут на эту уступку, и в результате они не будут получать этот один процент. Да, конечно, Рэй это объяснит таким образом, что из-за этого одного процента его партнеры могут отказаться от работы с ним, потому что сложно его вписывать, в общем, в их бухгалтерию. Но это может быть все миф. Таким образом, Рэй разделяет и властвует, по чуть-чуть откусывая кусочки. Он же до этой встречи не сказал им, но знал же точно, что один процент юридически они оформлять не будут. Поэтому он сейчас снимет их бдительность своими уговорами, что свое слово держать он будет, и потом они останутся без этого важного для них одного процента. А сказать нет им сложновато, потому что не привыкли они говорить нет в общем. А учитывая, что они уже приехали на эту встречу, им уже хочется ее завершить в любом исходе. И Рэй этим пользуется. Вся моя группа инвесторов, финансирование зависит от этого условия. Даю вам мое слово. Дик, Мэг. Отлично! Так почему ты просто не взял и не украл их? И теперь эти братья, получив достаточно весомую сумму денег, теперь у них как бы ампутирована возможность и желание заниматься и возиться с их рестораном. То есть Рэй отобрал у них желание заниматься этим делом. Они были счастливы тем, что они уставали, что они потели, что они завоевывали каждого своего клиента и доводили до блеска один свой, одну точку своего общепита. А Рэй у них это отобрал тем, что заплатил им сполна. Вот уж совсем не согласен. У тебя в кармане разве не лежит чек на миллион триста пятьдесят тысяч долларов? И тем не менее, эти братья наверняка расстроены, потому что они гораздо большее удовольствие получали от небольших денег, которые они зарабатывали, и когда они были постоянно заняты, и усиливали, и улучшали свой ресторан. А теперь, отвалив им такую большую сумму денег, Рэй забрал у них их необходимость заниматься этим своим любимым делом. Им теперь будет гораздо сложнее вставать за свои приборы и помогать своим сотрудникам чистить противни. Ничего ты не заполучил. Ты в этом уверен? Ничего ты не заполучил. Это же своего рода крючок, и здесь он ожидал, что Рэй начнет оправдываться и убеждать каким-то образом, в общем, что нет, он заполучил. Но Рэй на этот крючок не клюет, он задает здесь встречный вопрос. Ты в этом уверен? И после этого покидает это помещение. Да, крайне важно не клевать на крючки. И как бы вас не провоцировали спорить, самый лучший спор, который не состоялся, потому что, как правило, в споре крайне высок соблазн потерять над собой контроль и начать плясать под чужую дудку. Будьте спокойны и вступайте в заранее выигранный вами бой. Да, я знаю, о чем вы думаете. И наверняка вы уже начинаете думать о том, а что было для вас самым полезным в пространстве изучения этого материала, который был посвящен фильму «Основатель». С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думай долгосрочно и действовать точно, это те материи, в которых качать мышцу бывает полезно. Смело делайте для меня известными ваши открытия, что было для вас самым полезным в изучении этого материала. И как то, о чем мы говорили здесь выше, вы можете плавно внедрять в вашу жизнь. И по поводу вашего возможного обучения на практическом курсе развития стратегического мышления, можете смело писать мне в личные сообщения. Я благодарю вас за внимание, мой дорогой зритель. До скорых встреч. Пока.